Государодом премьерем, я под этим небом рос, Позоренный ярым пламени старых дедовских берез. Валерий Александрович, он продолжает жить, он находит отклик у людей. И мне, конечно, о нем много можно было бы рассказывать, потому что нас очень много связывало. Вообще по жизни очень много связывало. Изначально мы родились в одном родном, на улице Мальцево. В Вологде был такой роддом, только я на годик вперед его, он за мной. А дальше все случилось так, чтобы учились, находясь в Вологде. У одних и тех же педагогов не знают друг друга вообще. В середине 60-х годов, где-то 66-е так, мы здесь, в филармонии, проходил семинар. Дом народного творчества тоже находился здесь. И они проводили семинар с самодеятельными руководителями творческих коллективов Вологодской области и самодеятельными композиторами. Я вел секцию, которая с руководителями творческих коллективов, А Валерий Александрович приехал с Петербурга, с Ленинграда тогда, чтобы вести секцию, секцию вологодских самодеятельных композиторов. Это была первая встреча. И вот с тех пор у нас были самые интересные, самые близкие, самые задушевные, подчас даже неформальные такие дружеские беседы. Музыка, она являлась для нас каким-то таким очень священным делом. Ну а потом, чисто по-человечески, у него не было ни чеванства, ни амбиции, невзирая на все ранги, на все высокие рецензии и так далее, он оставался очень простым, постоянно болезненно себя испытывающий, задающий сам себе вопрос, все ли я, неправильно ли я сделал. Он стремился писать музыку, которую почувствуют, а сам думал, поймут. И это главное. ПЕСНЯ 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 Ну самое трогательное произведение, конечно, это песня «Мама», которую мы исполняли уже множество раз, и слушатель трепетно очень воспринимает ее, катятся слезы из глаз слушательниц. Это очень трогательно. Это вот в этом сила творчества Мария Александровича. Его надо переживать. Если ты к этой музыке холоден, то она тебе как бы не поддастся. Она, конечно, прозвучит, там мелодия, все, но как бы тут надо вложить свое ощущение, то есть пережить вот то, что пережил Гаврилин, помнить, откуда он пришел, чтобы передать вот эти же ощущения. Ну вот та же мама, да, вот сколько не слушаешь, да, там с детских лет, она все равно действует. Откуда такой магнетизм в этой музыке? Казалось бы, ну вот размера мелодии, ну все понятно, из чего она сделана. В общем, профессионалу все понятно, из чего она сделана, какие гармонии, так все понятно, там квадраты, вот эти квадраты, они везде квадраты, да, особенно там в какой-нибудь популярной музыке. Но у Гаврилины оно воздействует вот там уже 20, 30, 40 лет, да, она действует на тебя, а другой не действует, то есть как бы оставляет равнодушным, понимаете? Не только в январь, в августерские дни мы вспоминаем Мария Александровича Гаврилина, он всегда с нами, он всегда в филармонии, это неотъемлемая, что называться, часть. Но вот 29 числа у нас концерт, посвященный Дню памяти, Мария Александровича Гаврилина будет выступать ансамбль артистов Большого театра. Будет очень интересный концерт, поэтому мы всех ждем.